В этой подборке мы обсудим фильмы с наибольшим потенциалом для продолжения. Это касается франшиз, чьи сиквелы только в задумке или еще не утверждены. Учитывая любовь Голливуда к сиквелам, приквелам, хрениквелам и перезагрузкам, может они уже обсиквелили парочку фильмов из списка, пока мы готовили этот ролик. Номер 10. Крик. Франшиза Крик ворвалась на сцену в середине 90-х, как умная сатирическая пародия на другие фильмы этого жанра, но при этом ей удалось быть достаточно пугающей самой по себе. После первых двух фильмов качество слегка упало, но завязка хороша и вполне достойна дальнейшего изучения. Тем более, если бы сиквел опирался на новые приемчики хорроров последних лет. Телесериал Крик продлил франшизу, но нам бы хотелось его возвращение на большие экраны. К сожалению, смерть легендарного режиссера Уэса Крэйвена затрудняет производство следующего сиквела. Номер 9. Эйс Вентура Без Джима Керри и его ролей в Эйс Вентуре, Тупом и еще Тупее и Маске, наше детство было бы бессмысленным. Его выдающаяся роль детектива-любителя зверей обеспечила Эйсу Вентуре продолжение год спустя. Были мультсериал и триквел, но все без Керри, поэтому им не хватило его фирменной магии. Не пора ли Керри вернуться к истокам с новым фильмом Эйс Вентура? Проблемы экологии набирают обороты, это самый подходящий момент для выхода фильма про братьев наших меньших. Слышите, это вдали от этой идеи плачет слезами счастье Грета Тунберг. Номер 8. Сокровище нации Эта серия не такая мозговитая, как Кот да Винчи и не такая залихватская, как Индиана Джонс, но это увлекательное путешествие по истории Америки. Оба фильма заложили интересный, хотя исторически неточный фундамент, на котором легко можно выстроить еще один сиквел. А загадочная книга Тайн из второй части – это настоящая золотая жила идей для новых приключений. Казалось, что сюжет третьей части вот-вот преподнесут на блюдечке, но сиквел уже много лет находится в подвешенном состоянии. Номер 7. Маска Пока Джим Керри снимает наше гипотетическое продолжение Эйса Вентуры, почему бы не снять и маску? В серии комиксов «Дарк Хорс» очень много материалов для новых фильмов, а продолжение без Джима Керри «Сын Маски» – это лютейший отстой. В 1994 году сумасшедшие выходки оригинальной Маски очаровали зрителей, и на больших экранах появился новый тип супергероев. А учитывая засилье супергеройских фильмов сегодня, самое время вернуть зеленого весельчака назад. Номер 6. Телеведущий Легенда о Роне Бургунди Эта комедийная франшиза посвящена дурацким приключениям и романтическим интригам абсурдного усатого Рона Бургунди и нескольких его коллег-телеведущих. Это все милый подкол новостной индустрии. Брик, ты говоришь, что есть партия в твоих руках и что я приглашаю? Это все! В фильмах полно веселых моментов, а многие фразы оттуда расхватали на цитаты. Уморительные персонажи и ситуации, в которые они попадают, бесконечно занимательны, и мы бы с удовольствием хотели бы добавки. Надеемся, что легенда про телеведущего продолжится и в будущем. Номер 5 Мачо и Ботан Основанные на одноименном телесериале, эти фильмы превратили историю про серьезного полицейского в старшей школе под прикрытием в богохульные, буйные комедийные боевики. Сатирический взгляд на подростковые фильмы перемешался с забавным закосом под полицейские боевики. Это создало поистине уникальную серию комедийных фильмов. Ходили слухи о женском спин-оффе и даже кроссовере с людьми в черном, но с такими рейтингами мы не уверены, что когда-нибудь увидим продолжение. Суперстар, счастлив для тебя. Ничто не сравнится с оригиналом Уэса Крэвина 1984 года, хоть десятилетия спустя его новый кошмар был очень близок. Ремейк 2010 года подвергся критике и в целом получил негативный отклик зрителей, но Фредди Крюгер все еще остается иконой фильмов ужасов, преследуя нас в кошмарах. Может ли продолжение ухудшить ситуацию? Да, конечно, но это может вернуть Фредди слабу. Эй, попробуйте еще раз. Ну что может быть хуже ремейка или последнего кошмара? Номер 3. Хеллбой Ах, славные деньки Хеллбоя Гильермо Дель Торо. Фильм 2004 года помог Хеллбою выбиться в люди благодаря фантастическим эффектам, неотразимой истории и крутой игре Рона Перлмана. Сиквел Хеллбой 2 «Золотая армия» задрал планку еще выше. Успех во многом объясняется превосходными созданными вручную эффектами и гримом, которым так славится Дель Торо. Поклонники уже заждались продолжения, но получили выпердыш 2019 года. Хорошая игра Дэвида Харбора не спасла фильм, поэтому призывы вернуть бразды правления Гильермо Дель Торо еще никогда не были так актуальны. Номер 2. Остин Пауэрс Да, детка, Остин Пауэрс – это шебутная пародия на Джеймса Бонда и другие шпионские фильмы про приключения Пауэрса и его битвы с заклятым врагом Доктором Злом. Остин Пауэрс напичкан до предела поп-культурными отсылками, камео, юмором и запоминающимися персонажами. Эта история достойная вложений, даже если они составляют всего 1 миллион долларов. Попытки снять сиквел уже давно зашли в тупик, но многие фанаты надеются, что похотливый шпион и его тупой враг снова порадуют еще одним угарным приключением. А прежде чем мы перейдем к нашему победителю, вот еще несколько достойных упоминаний. Ходит слух, что если вы сделаете кнопку под этим роликом серой и нажмете колокольчик, выйдет крутой сиквел вашего любимого фильма, но это не точно. Номер 1. Безумный Макс. Эти постапокалиптические боевики заставляют нашу кровь бурлить в предвкушении. Это история про приключения Макса Рокотански в безлюдном будущем, где не хватает воды и топлива. Для франшизы Безумный Макс вообще характерен высокооктановый экшен и великолепная кинематография. В фильме «Дорога ярости» Том Харди перенял мантию воина дорог у Мэла Гибсона, и франшиза доказала, что есть в баке еще немного бензина для дальнейших приключений в удивительно мрачном мире будущего. А день, когда настанет очередной сиквел Безумного Макса, будет действительно прекрасным днем. А вы согласны с нашей подборкой? Давайте обсудим в комментах. Зацените другие ролики на канале. И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе. Продолжение следует...